сегодняшнее видео называется виды пассивного дохода и на самом деле это будет глубоко личное видео и ну я постараюсь донести что я пережил свое время так что смотрите итак здравствуйте друзья здесь демитков юрий рассматривал недавно пересматривал те видео которые я снял и вот сейчас вы видите то видео которое я снял размещено 4 апреля 2015 года снята но немножечко раньше в конце марта и это видео но вы видите там сзади горы бассейн и так далее она снята в турции в кемере и этом оказался не просто так на самом деле и вот сейчас я хочу рассказать вот эту историю этого видео она глубоко лично я говорю и для меня это глубоко трагичная вещь на самом деле дело в том что ну смотрите в 2010 году примерно я перенес там такой вот ну сердечный как бы был приступ я работал очень много и вырезать она дорвался к тому моменту когда я построил трехэтажный дом буквально своими руками вот и ну в результате я мог умереть запросто от инсульта вот у меня сильно кружилась голова и значит если бы было кровоизлияние то я бы просто умер безболезненно и легко но при этом оставил бы в нищете свою жену и детей детям тогда было там 6 и 9 лет что ли вот так вот и тогда я решил что надо что я не делал источники пассивного дохода и решил что надо создавать источники пассивного дохода и я стал ну откладывать деньги просто-напросто на черный день но они у меня всегда откладывались там но это было тысяч пятьдесят сто я начал откладывать уже серьезно эти дела и в то время мы жили еще но совсем неплохо потому что и я зарабатывал какие-то деньги тысяч тридцать сорок я всегда зарабатывал можно но иногда больше там по 60 тысяч в те времена это было хорошо жена у меня работала в то время главным бухгалтером очень крупной компании иностранные корейская компания и она заработала зарабатывала побольше я строил дом она зарабатывала где-то там 120 140 тысяч рублей мы жили хорошо я начал откладывать вот деньги сначала ты были социально накопительные программы уже неважно куда нам важно было создать ну достаточно большой капитал потому что я понял что ну во первых это достижимое я в конце я расскажу стратегию как это надо делать как создавать источники пассивного дохода но как вы видите это вот видео про который я говорю сейчас 2015 году снята это для нас был ну крайне трагический момент на самом деле и то что я говорил я ну дело в том что к тому времени как я вот попал вот с этим сердцем никто мне не говорил о том что надо создавать источники пассивного дохода я их и не создавал и я просто решил что я буду рассказывать во первых людям что надо создавать источники пассивного дохода и я буду создавать эти источники для себя я буду их искать и я буду добиваться чтобы у меня был этот пассивный доход но и как вы понимаете его тогда еще не было я только об этом рассказывал я стала я буду идти к этому делу и на самом деле я снимал эти видео больше для себя для того чтобы убедить себя что я на правильном пути вот но по дате вы видите 2015 год это если вы помните в 2014 году мы присоединили крым и здесь уже начинали действовать санкции во первых а вторых я уже сказал что моя жена работала до этого достаточно долго в корейской компании но там своеобразный бизнес на самом деле у иностранцев не всегда все хорошо короче говоря компания там была целая группа компаний и когда в группы компании возникает убытки то они берут и значит все эти убытки скидывают на одну компанию и банкротит эту компанию всем до свидания всем спасибо и значит дальше продолжают работать ну это такая схема когда работают много компаний общепринято и она была главным бухгалтером вот в этой компании которые банкротили то есть она прошла всю процедуру банкротства от начала до конца она была вообще последним сотрудником который уволился из этой компании то есть она работала сначала с директором потом директора устро устранили значит назначили этом конкурсного управляющего она с ним работала потом последние там два месяца ну главный бухгалтер понимаете да то есть полностью вот все она должна отвечать за свою работу она как бы вот прошла это дело и когда она прошла это дело она говорит все я больше не хочу работать главным бухгалтером хотя и и упрашивали она горит хочу маленькую фирму какой-то вести там 1015 20 получать и спокойно ни о чем не задумываясь но не и и уламывали работать снова главным бухгалтером в более крупной компании потому что ну мне очень хорошая репутация была и и вот ее уломали туда и она поступила в такую крупную компанию очень крупно ей дали тоже главного бухгалтера но она человек очень ответственный там ну это было не один эска система другая там автоматизированная система значит там все вот это по учету всех документов и она была ну какая-то вот не очень доделанная скажем так и она плохо работала вот и годовой отчет надо делать система работала так что год закончился они вводят каждую новую проводку и значит новая проводка почему-то влияет на результаты прошлого года но так не должно быть но так было вот и она была в панике то есть баланс сдать нельзя годовой а для нее это прямо вообще смерти короче говоря то есть она поняла что программа не работает и сказала я буду делать его вручную тогда и значит там короче говоря она стала делать это вручную но это просто абсолютно нереальная вещь но она горит но что тоже надо делать и короче говоря она начала работать буквально круглосуточно то есть она вскакивала в 4 утра ехала на работу это в пол 12 в 12 пол первого ночи просто приезжала бухалась спала в 4 утра вскакивала и ехала и без выходных абсолютно и суббота и воскресенье но вы понимаете что так долго продолжаться не не могло значит она полностью это называется выгорание на работе так нельзя и она превратилась буквально в живой труп у нее отключились все эмоции то есть она ходила так и все она взгляд у нее был полностью вот ну короче живой труп понимаете это было страшно смотреть и я говорю бросай что ты делаешь она говорит я не могу ответственность я не могу и вот она до полного как бы издыхание работала мы видели что человек просто вот ну как труп дети смотрели с ужасом на это дело и сделать ничего мы не могли мы пытались помочь что-то но не без она вообще ничего не соображала уже все я важно и все понимаете и ну однажды должно было закончиться это закончилось однажды она мне звонит утром то есть она вроде как должна быть на работе звонит утром игры ты где я сразу все понял бред ты где она горит я у невролога на приеме там платной клинике вот ну это произошло срыв нервный и но не то что нервные срыва просто до ручки дошла и и просто остановилась и все она невролог сказал что сейчас депрессия сейчас у многих потому что вы видите какой год санкции так далее то есть это было тяжело для многих в том числе для меня и и и для него тоже вот так вот и невролог назначил я какие-то жуткие антидепрессанты короче говоря она их приняла так сказать там три или четыре дня она спала просто не просыпаюсь буквально вот ужасно было все ну потом она больше она естественно не работала даже вот на работу не могла прийти даже чтобы трудовую книжку забрать там как бы все тоже видели ее состояние и совершенно спокойно значит все поняли что да невозможно вот и надо было что-то делать потому что ну вот у нее такое состояние было что надо ее вернуть к жизни понимаете и я сказал что как это сделать игры надо резко поменять обстановку сделать такой какой-то вот ну абсолютно неординарный шаг который полностью поменяет то есть надо все полностью поменять все в жизни говорю вот прямо вот сейчас немедленно и я посоветовал со своей старшей дочерью она уже врач она говорит слушай а поехали я говорю в горы куда-нибудь ее сказать там посмотреть что-то красивое что-то яркое вот она говорит поехали в турцию на есть такая место ликийская тропа и там ущелье там по горам походим значит и и собственно говоря ну может быть это ее оживит и и вот именно поэтому мы оказались вот здесь в кемере вот в этом отеле надо сказать что это отель был не самый дорогой вот ну как бы мы не для этого ехали мы ехали не для того чтобы наслаждаться там сказать морем но и в апреле в конце марта это было какое уж тут море мы на море тогда даже и не зашли но вот там вот за спиной меня горы там есть это местечко гейнюк называется многие говорят что-то кемер на самом деле кемер немножечко рядом вот сам город кемера ну да это курортное место гейнюк вот и там прямо есть вход в это ущелье и мы ну то есть она еще до этого не летала раньше никогда в жизни на самолете всегда там либо поездом либо мы на машине уже всю европу к тому времени объездили но здесь вот на самолете такая резкая смена значит три часа и ты уже в новом климате это у нее появились эмоции вот что я хочу сказать потом мы ходили по горам и мы шли там вот ну пешком туда вот ущелье шли прямо по этому гейнюку и там был сад такой апельсиновый и вот как раз в это время апельсины как раз созрели они там ну как бы на деревьях висят и все и там в одном саду как-то не было изгороди понимаете и просто апельсины лежат как у нас яблоки там в деревне на земле валяются падали цена вот я говорю но забора нет не верю но пошли соберем эти апельсины земли то есть наверное с деревьев то нет не хорошо как бы но земли я говорю ну кто что скажет давай возьмем эти апельсины мы взяли цкать апельсин там средних были гнилые какие-то гнилые мы не брали а вот такие вот перезрелые земли мы поднимали эти апельсины и мы никогда в жизни не ели таких сладких апельсинов вы не представляете то есть насколько они были сладкие мы их набрали таскать там пошли в ущелье там ели они были очень питательные и это тоже ну как-то подняло ей настроение у нее она видела маки цветущие начала улыбаться по крайней мере и потом мы ездили здесь еще ну всякие места цветом рядом есть ну кто был там фитхи не там древний город олимп значит все это было огни химеры то есть ликийская тропа это древнее место там жили во времена или ады это вот то что вас воспета гомером это все вот эти вот самые места значит и огни химеры значит там сирены какие-то были все 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 это все именно здесь мы ходили по древним местам и еще мы искать ну дальше всего мы в демре ездили там есть храм православный как ни странно в турции вот святого николая это родина деда мороза он тоже на нее произвел сильное впечатление тогда и я видел что она возвращается к жизни и я понял что мы будем жить вот и да кстати мы полетели туда значит ну вот мы с женой значит дочь и дочь поехала старшая с детьми вот а наши дети остались дома вдвоем ну понимаете мальчику 10 лет тогда было девочки кириллу 10 лет было дочери 12 лет 10 и 12 лет дети в одном одни в доме в трехэтажном рядом лес вот наверное страшно было но в городе у нас тут дедушка с бабушкой живут если что они могли там позвоните и что-то еще но они горят мы хотим сами одни остаться и для детей это тоже было испытание они надо сказать с честью из него вышли все хорошо они там сами себе готовили сами покупали еду сами готовили сами собирались школу шли в школу в общем детям это тоже было очень очень важно вот поэтому вот такие воспоминания но почему я так подробно говорю об этом потому что этим летом мы снова были в турции и просто специально поехали вот как раз эти места именно в это ущелье прошли и нашли этот сад там к сожалению не было апельсинов потому что они созревают оказывают весной сейчас мы ехали в августе апельсинов не было но мы увидели этот сад мы прошли по этому ущелье она очень сильно изменилась ее уже переоборудовали вот и жена сказал я хочу вот в этот обязательно храм заехал святого николая мы туда ездили моего посетили вот ну и вот там я снял вот это вот видео про виды из пассивного дохода понимаете вот такая история этого видео и пассивного дохода как вы понимаете тогда еще не было я просто рассказывал о том я даже не очень представлял то есть я перечисляю там виды пассивного дохода ну там я говорил про депозит в общем-то депозит тут еще пассивный доход но по крайней мере хоть что-то надо делать поэтому я там клал деньги на депозит откладывал деньги в социальных накопительных программу в австрии которые тоже примерно также как депозит только надежнее и в валюте то есть я разбил на две части там части в австрийской компании части на депозитах потом я начал искать возможности зарабатывания на фондовом рынке и пошло 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 я стал искать какие-то источники пассивного дохода и вот сейчас им из 2021 года спустя шесть лет я могу сказать следующее ребята вот тогда я мечтал о пассивном доходе а сейчас эта мечта стала реальностью и сейчас основным источником дохода нашего является пассивный доход вот эти трудности которые были тогда мы с успехом пережили на самом деле и это была не самая большая проблема то есть вот это вот депрессия потому что после депрессии пришла онкология была химиотерапия у нее же то есть все это аукнулась очень даже сильно пришла химиотерапию мы пережили мы пережили жуткую совершенно операцию к чему я это говорю я говорю к тому что вот да и доходы у меня там упали значит там потом значит сменились жуткими убытками и были тяжелые времена но вот я считаю что вот этот вот момент когда мы были как раз вот здесь вот в турции в кемере он ну был самый тяжелый пусть он не самый тяжелый был момент в материальном плане потому что тогда еще мы только опускались в пучину то есть и жена потеряла работу сначала потом у меня доходы резко упали кризис начался в 2015 году и я влетел в хорошие долги но моя фирма по крайней мере поэтому тут уже не до пассивного дохода было но не то что не до пассивного это было очень серьезное испытание но вот сейчас мы из него вышли и у меня сейчас пассивный доход ну там в районе таскать но сто тысяч пассивного дохода и примерно столько же активного скажем так и я хочу сказать что многие люди сейчас находится в тяжелом положении и моя цель вытащить их из этого положения люди создавайте источники пассивного дохода а как это сделать я рассказываю во первых на своем канале а во вторых я хочу пригласить вас на свой бесплатный мастер-класс который недавно провел и в котором я рассказал как можно простыми шагами добиться пассивного дохода ну как минимум в 50 тысяч рублей в месяц записаться на мастер-класс можно вот там ссылочка будет и посмотреть его совершенно спокойно там я рассказываю более подробно о том как это сделать вы понимаете что каком положении вы не находились отчаиваться нельзя надо действовать надо делать и вот на своем примере я просто показал что это достижимо и это получается сейчас у нас все в порядке мы путешествуем как видите за границей вот в этом году мы были в турции всей семьей с детьми и мы проехали по тем же самым местам и это была ностальгия вот но мы были не в этом же отеле вот в этом местечке и вообще нам так не понравилось мы поехали дальше и там было просто великолепно но все достижимо смотрите вы видите на моем личном примере что это есть записывайтесь на мастер-класс смотрите сейчас пожалуйста лайк подписка и поделитесь этим видео со своими знакомыми если они вдруг находятся в каком-то тяжелом положении я хочу сказать что простыми путями главное верить и простыми какими-то шагами можно добиться всего пригласите их тоже на этот мастер-класс и я уверен что все проблемы решаемы не отчаивайтесь и создавайте источники пассивного дохода до встречи с вами был демитков юрий